Мы сегодня вас собрали у нас сегодня. Расклад будет следующий. Сейчас перед нами я хочу вам представить нашего гостя из Франции Эрик Лукас. Наш сегодняшний переводчик Елена Николаевна. Если он сейчас нам расскажет о мире аутистов, то он думает о них, как нужно к ним относиться, как обращать на их особенности, как мириться с этим, в общем, как жить с этим. А потом можно будет задать вопросы, которые вас волнуют. После этого у нас будет кофе-брейк, а после кофе-брейка мы вернемся, у нас будет вопрос по преподавателю у нас в педуниверситете, со студентами, кто-то расскажет нам о литературе. То есть вот у нас такой. Мы можем, водички, кто желает, водички, газированные, не газированные, пожалуйста. Так он ждет вопросов. Что конкретно? Что вы говорите? Я не готовлю никаких материалов. И поэтому, раз это импровизация, поэтому давайте встречайтесь тоже. Так, а на секундочку. Эрика, вот немножко вот вы сейчас были зетей, я переведу. Вот как бы ваше впечатление, я вижу, вот вы были в классе. Как бы впечатление, потому что здесь и учителя этой школы, и директор здесь. То есть какое ваше впечатление сложилось, что вот вы были в классе, видели детей наших? Я говорила, что это профессор, и родители, и дети, и дети, и они хотят знать, как вы видите, в вашем понимании. что вы видели? Может быть, я должен мне присоединиться в минимуме? Я не знаю. Он говорит, можно ли я сначала представлюсь? Вот ему так будет. Сколько времени у нас есть? Сейчас. 1 часа. Для autistes, время, это большой проблем. Я зовут Эрик. Лука, это мой родитель. Меня зовут Эрик. Это моя фамилия. Я приехал из Франции. Я тоже являюсь autista на уровне функционирования. Я всегда говорил. Но, тем не менее, я все равно autista. Можно также назвать это синдромом Аспергера. Но, учитывая, что мне уже 51 год, и я много жизненного опыта имею уже, поэтому я отличаюсь от ребят, которые здесь. То есть я уже в развитии, так скажем. Я адаптировалась. Например? Например, когда я был 15-18 лет, это было не очень легко. И я никогда не мог бы говорить в такой ситуации. с вами разговаривать. Но, когда мне было 15-19 лет, мне было очень тяжело. И я не смог бы никогда, в такой ситуации, с вами разговаривать. Я думаю, что я много разговариваю, в принципе, я много разговариваю. У меня было много возможностей в жизни найти выход для социализации, для того чтобы с обществом и поспорить, и найти общие, то есть чтобы социализироваться. И я думаю, что, в результате, что это самое важное для автистов, это найти способ для автистов. Для автистов, самое главное в жизни, это найти способ. Общаться и научиться жить, естественный способ. Ну, конечно, в ситуации, как у молодых, которые я видел в школе, это очень сложно, в состоянии, в состоянии, в состоянии, в состоянии, в состоянии, в состоянии. В состоянии, в состоянии, в самом деле, в разговоре. Вот, что касается ребят, с которыми я только что общался, для них будет достаточно трудно. Просто так взять их, выкинуть на улицу и чтобы они адаптировались. Такое невозможно, мы не маги. Но я думаю, что это важно, чтобы попробовать, как можно было бы, на поддержку оттенков в общественной системе, свободной и натуральной, чтобы им производить маленькие взрывы, которые позволят им понять общество. — Для любого аутиста очень важно найти естественный способ влиться. Для ребят конкретно это создать условия, чтобы как клики, ага, в голове что-то чпок, я что-то понял. Создать благотворные условия, чтобы они понимали жизнь, чтобы они потихонечку, помаленечку в неё вливались. То есть этот процесс будет, видимо, длительный, не за одно мгновение, так скажем. Например, за свою жизнь я много сделал социально неверных вещей, поступков. — И, конечно, у меня были проблемы в связи с этим. — И люди мне говорили, так не пойдет, ты должен меняться. — Ты сумасшедший, ты не такой как мы. — Etc. — И так далее, и так далее. — Но мне никто ничего не объяснял. Не объясняли что? Почему? — Потому что, в любом случае, эти люди не знают л'аутизм, и не чувствовали, и не могли до меня, поэтому ничего донести. — Люди просто замечали, что я делаю вещи, но не так, как надо, не так. — И, в конце концов, единственное, что они мне говорили, у тебя проблемы. Я все время слышал про себя. Стоит от своих сверстников, учителей, в работе, у коллег по работе. Я всегда услышал, что ты странный, ты не нормальный, у тебя проблемы, у тебя проблемы, ты сумасшедший. Что произошло? Я слышу все с 5 лет. Я живу с этим. Я живу с этим. И я буду жить вот так, как придется, как получится. Что я хочу сказать, если мы остаемся в теории. В общем, он считает, что если мы живем по формуле, что если мне все время говорят, что я не такой, что я странный, что я аутист, но мне не объясняют, чем я странный, чем я отличаюсь, что не так. Если мне не разъясняют, то это ни к чему не приведет, это ничего не решит. А почему это ни к чему не приведет? Потому что человек с аутсом, когда хочет что-то сделать, он не понимает, что если он что-то делает, это странно для вас, но не для него. В самом деле, в своем внутреннем восприятии, в видении, она всегда есть права, она всегда есть права. Этот человек аутсом имеет четкие свои причины. То есть он не просто так это делает, он делает это по ему известным причинам. Иногда он, этот человек может это объяснить словами, то есть как-то логически выстроить, но чаще всего это происходит по каким-то внутренним чувствованиям. Что происходит? Что происходит? Я что-то делаю, что превращается в проблему. Что ты сделал не так? Люди будут критиковать и говорить это не нормально, это плохо, это не так. Но в своей души я знаю, что у меня есть свои какие-то цели, свои причины, я их знаю. Есть эти причины, это не просто так, неправильное поведение. Для аутсов очень трудно объяснить причины по которым они так поступают. Стоит потому, что у нас нет способствия, язык и коммуникации. Иногда это причина невозможности выражения своих чувств, мыслей, словами. Стоит, в другом случае, например, в моем случае, в моем случае, я имею возможность... Это для них говорящих. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА норму вот он сказал первое то что я назвала это относится к детям которые не могут общаться то есть они не говорящие вот а второй вариант это люди которые у них сохранна речь но для них проблема выразить и найти нужные связи как бы чтобы показать причину своего поведения вот говорит например я я могу говорить у меня речь сохранна но для меня очень трудно вам объяснить свои причины то есть сделать как бы провести аналогию вашу со своей очень трудно эти аналогичные связи быстро и вы меня поняли то что я сказал это все теория то что я сказал это все теория пара экземплея си аннутист поздай проблем парске литро рэгид и троо intransigeant sur certaines règles деды рэгд ортограф 2 rangement и вы абсолютно que les choses с вами она линь и ком са если например человек или ребенок а утичный очень сильно сконцентрировано на каком-то порядке вот все чтоб у него на столе лежала правильно или к режиму к распорядку дня очень привязан пара экземпле с си фе дэп проблем у бубу дэкризис парска парска и ле-я-ю и си тасси он инжусть и и и не часто бывает такое что ребенок начинает создавать проблему вести себя неадекватно если по отношению к нему было совершено какая-то несправедливость и он чувствует что и в чем-то его несправедливо обвинили луи дал фон и сэк и ларизон своем сердце он столь про са фера пестром пео са мэран карака или все еще раз миноут он числе и пео и тасси ошибаться в норканешно он он может я шеватся он может копыку моря главы гора как резиночить медме тусиме мэм ла персо мэм ла персо маа здесь и сэрэзон си сон все Но, еще раз подчеркиваю, у аутиста всегда есть причины для какого-либо поведения, хорошего, нехорошего. То есть они для него весомы, они для него важны. То есть, когда, например, есть ситуация, когда несправедливо относится к нему. А аутиста реагирует как экстремист или человек который абсолютно все видит, резко реагирует. Проблема в том, что общество считает, что лишь его и только его мнение самое правильное и самое весомое. То есть, как считает общество, это и есть икона стиля. Но вот эти правила, вот эти ценности, они ценны лишь только для определенной группы людей которые входят в эту категорию. Например, вот, посетим другую страну, переедем другую страну. Например, в одном государстве одно поведение считается нормальным и даже обязательным. Например, назовем это государство А. А в государстве Б, например, в мусульманском, эти вещи категорически запрещены и не являются правильными, законными и так далее. Но, что касается нас аутистов, у нас проблемы с социальным, с гражданским поведением. Потому что у нас расхождение между нормальным и обычным обществом. Таким образом, этот расхождение нам позволяет им видеть внешне со стороны. И поэтому наше поведение... Таким образом, нам очень легко увидеть и несправедливость вот эти все агрессивные моменты. Для человека живущего в определенной социальной группе есть определенные правила, определенные законы по которым он живет и эта жизнь для него нормальная в рамках этих законов. Но только для этой группы. Представим, что аутист... ...помещается в данную категорию социальную, в эту группу. И он адаптируется, приспосабливается ко всем этим условностям, ко всем этим правилам. Тогда у него не будет больше проблем. Но он все равно останется аутистом сам по себе. Но это всего лишь один пример. И это на самом деле очень, очень сложно. Это очень, очень сложно сделать. Это очень, очень сложно сделать. То, что я сделал, то, чего я добился к настоящему моменту, это очень сложно. Но для меня это не так трудно, потому что я уже привык к этому. То есть я это долго делаю. Это, фактически, исключение. Но это все-таки главная цель для любого аутиста, адаптироваться социально. То есть это то, на что следует равняться. И когда аутисты ждет, как бы, assimиляции в этой группе, адаптации в этой группе, он все равно чувствует себя. Он находится вне нее, вне группы. Он смотрит на нее, извне. И он видит со стороны несколько группок социальных и у каждой свои правила. И он видит, что в каждой группе, И в каждой группе он видит, что люди, которые к ней принадлежат, считают правила своей группы самыми главными, самыми важными, самыми существенными и единственными, и теми, которым следует следовать. Поэтому, как мы, конечно, очень легкие люди, Но, поскольку мы все люди logичные, че-то логичные... и что каждый группа считает, что это своя рецепт, что это лучшая, то есть что-то абсурдное в том, что у них есть что-то абсурдное в том, что у них есть что-то легкое, удобное. Это так же как и с религией. Это как в религии, каждая религия говорит, что мой Бог самый лучший, самый настоящий и самый самый. И такое поведение социальных групп, оно не подпитывает интересы аутиста, как бы, ну, входить в ту или иную группу, то есть все делят пальму первенства, и это еще сильнее затрудняет ребят в выборе. И что делаем? Ну, у нас дальше продолжаются наши проблемы. Мы пытаемся адаптироваться, но без мотивации. Потому что мы чувствуем, что это все искусственное наносное. И еще одна проблема, это то, что нам пытаются это все втюкать, именно втюкать, заставить нас заниматься тем, чем мы не хотим, или вливаться туда, куда не хотим. Все эти правила, которые нам пытаются насадить в нашу голову, они нам не кажутся, как бы, главными, они не оправданными нам не кажутся. Некоторые аутисты все-таки стараются влиться, стараются адаптироваться, потому что постоянно их долбят. Давай, давай, адаптируйся, давай, давай, давай. Но у них нет, как бы, дифференциации четкой. То есть они не смотивированы в полной мере. И, как бы, они не определены. Когда мы аутисты смотрим на то, что что справедливо, что не справедливо, с точки зрения справедливости и не справедливости, для нас нет вот этих социальных правил, мы по другим мотивам судим. Мы не думаем вообще о том, что все остальные думают. Мы к этому не связываемся. Мы опираемся на свои чувства. И, если я скажу, на природу. Я думаю, что все люди, в салоне, понимают о чем я говорю, потому что это есть. Я уверена, что все, кто находится в этой комнате, понимают о чем я говорю, все видели это, все знают это. В юридической терминологии, это, как бы, личное, что ли. Это, это здоровый смысл, которым вы следуете, intuitивно. Вы знаете точно, intuitивно, что хорошо, что плохо. Я думаю. Я предполагаю. Да или нет, я правильно предполагаю. Да. Спасибо. Спасибо. Серьезно, как... Серьезно, я потерял свою идею, немного, подождите. Аутисты живут, поскольку по определенным правилам, автоматизированным, которые для них являются ежедневными, обычными, приемлемыми, привычными, и вот они живут вот в этой, как бы, только опираясь на эти правила, а все, что за пределами этих правил, за них делает общество, а общество куда, значит, куда пойдет, куда не пойдет, куда Бог занесет. Чтобы вернуться к началу того, что я говорила. А аутисты очень любят конкретику, и все, что я говорю. Все, что, как бы, любое доказательство должно доходить до его нутра. То есть нужно найти те доказательства, которые для него именно будут важны и приемлемы. То есть нужно докопаться до этого, дойти до этого, и предложить ему именно эти доказательства, чтобы он, как бы, раскрылся, чтобы он что-то воспринял и выучил, научился чему-то. Я, конечно, не говорю, что все разъяснения, попытки образования, что это ничему, как бы, не служит. Я не говорю об этом. Что я говорю, это будет очень трудно и практически невозможно, если вы не будете приводить примеры и опытные какие-то действия, которые являются конкретными, понятными. То есть, чтобы вернуться опять сначала, в моем случае, мне сейчас 51 год, я знаю, что я знаю, что он аутист с синдромом Асбергера с двух лет, то есть ему в два года диагноз поставил. То есть, чтобы он не понимал, что он аутист с синдромом Асбергера с синдромом Асбергера. То есть, я не понимал. Я не понимал, я не знал теорию. Вы знаете теорию. И я сейчас знаю. И я сейчас знаю. Вот, 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 по-стечению. И все, что я научился, это благодаря опыт, то есть опытным путем я все научился. И что я хочу вам сказать, это невероятно сложно. Я положил много времени, чтобы понять что в моей голове. И что, конечно, если я, когда я был более молод, если я получил помощь, я получил много времени. И если бы в свое время у меня была возможность иметь помощь людей таких как Вы, то я бы настолько прямо выиграл, у меня бы просто сногсшибательно было все. Но, тем не менее. Но, тем не менее. Как я делал много, много разных опытов, опытных моментов в разных видах деятельности. Мне удалось. узнать и понять как функционирует общество. И мне удалось адаптироваться. И все это, благодаря вот этим звоночкам внутренним. И этим звоночкам, которые естественным путем появляются. Это, благодаря все опыту жизни. То есть в течение жизни, что-то его наводило на какие-то мысли, и он делал определенные выводы. И я думаю, что это нужно для двух. Это нужно для теории, но для практики и для практики. Я много говорила. Я много говорила. Вы закончили университет, это что? И вот, Хаваи, это что? Да. У меня было пять лет. Ну, у меня уже тогда были проблемы. Ну, не школы. Но у меня были проблемы с общением классическим. Что является классическим проблемой любого autista? И было бы так как бы аутично настроенным, то есть я бы легче влился, то есть я бы влился в группу, а группа бы, зная что такое аутист и как с ним себя вести, тоже бы адаптировалась ко мне. И нормально бы относилась. Это было в 70-е годы. Меня отправили в школу. Для проблем для детей. И здесь тоже школа для детей с трудностями. Ну как бы внешне мне все очень понравилось, тут все как бы хорошо, то есть я ничего плохого сказать не могу. Но в мои времена, во Франции, центр в который меня отправили на два года, это было ужасно. Для меня. У меня продолжались проблемы с ребятами в классе. Вы знаете, я был хорселен, обетен от других. Меня дергали, долгали другие ребята. И так, что я делал? Я был в моем городе. Что я делал? Я сидел в углу. У меня был парк. У меня был парк. Я уходил один из этого парк. Я думал, я был 6. Я думал, я был 6. Я думаю, это было 6. Я была 7. 6, 7 лет. Я чувствую себя очень эмоцией. Я чувствую себя очень эмоцией, потому что я чувствую себя очень эмоцией. Я чувствую себя эмоцией, потому что когда он обращается к какой-то эпохе, куда-то возвращается, он ее заново переживает. Ему очень трудно это все переживать, и поэтому он просит обратить на это внимание, как бы простить его за то, ну, за заминки. Donc là, я буду делать один effort, чтобы быть adapté, чтобы не не pleurer devant вас. Я, я, я говорит сейчас пытаюсь adaptаться и не заплакать при вас. Вот, 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 ну, вы теперь видите, что я недостаточно adaptирован. Я был в этом парке и задавал себе вопросы. Я спрашивала, почему эти дети были так злые со мной? Я пытаюсь вам показать эти проблемы. Я пытаюсь вам объяснить. И поэтому я вынуждена, чтобы конкретно рассказать об аутистике, я вникаю в конкретные детали, в конкретные ситуации, но описываю гораздо шире, чем того требуется. Но это вот именно взгляд аутистик. Ваша вопрос, это... Ваша вопрос, это... Скорее всего, вы спрашивали про высшее образование, так? Чем заниматься? Я задала вопрос. Вот, хаваианка... Вот, вот. Я просто концентрировался на тех предметах, которые меня интересовали. И я пытался не сильно уделять внимание всем остальным. Это было достаточно трудно. И в общем, дальше бакалавра, он не пошел учиться. И еще, дальше, это школа жизни. Так, я начинал, два-три года, как он практикует работу промышленного... Это было очень хорошо для меня, потому что это было очень rigorое и методическое. Это работа очень такая скрупулезная и методичная. Это меня спасает. И, в частности, когда я начала этим заниматься, люди писали слова... И благодаря моему аутскому, у меня возможность четко, точно выписывать слова. Дни мне нормальность. Прямо четко и четко, он пишет, четко, выставленные буквы. Когда предприятие какое-то нуждалось в выполнении подобных работ. Здесь я смеюсь, потому что я тоже кое-что вспомню. Я вспомнил, что, собственно, моя предприятие работало для России. И это предприятие, где я работал тоже, в то время работал в России. И сейчас я в России. И меня выбрали как человека наиболее тщательного, который к работе относится очень скрупулезно. Потому что они знали, что русские были очень скрупулезны и педантичны. И они обязательно... да, нужно к ним очень, очень осторожно относиться. Да, не доверять. Это было в 1985 году. И это началось. И это правда. И это было в России. И у меня были русские люди, которые приехали на это предприятие, мне задавали вопросы. И у меня вопрос о микропроцессорах. И они нам спросили. И попросили у нас внутренний план. Вот, ну, видимо, это плать, что ли, микропроцессор. И мы спросили у меня о том, что для меня это совершенно как до луны пешком, что это совершенно непонятно и не моё. И мы, в связи с этим вопросом заданным мне, вот мы дружно посмеялись, потому что это не моё и я не знаю. Это анекдоте, но это тем не менее интересно. И русские, они не обрели. И не оценили мою работу, видимо, мое тщательность. Моё, я был 21 год. Я был один. С моим чемоданом полным планов. И моё предприятие меня отправило одного из французских городов. Чтобы представить эти планы трёх русских. И я была autиста, но я остаюсь. Я всегда остаюсь. И так, я могу сказать... Я хочу вам сказать... Когда он переводчик перевела мои слова русские, он спросил, почему вы смеете здесь? Это было очень трудно объяснить. Но, ну, где мы были? Да, мы работали. Да, мы работали. То есть, что я работала в маленьком предприятии. У меня был аквариум в моей комнате. У меня там были черепахи из Флориды. И так далее. И когда клиенты прибыли, он м'енфермait в этом бюро, меня закрывали. Но это не страшно. Ну, ничего страшного. Я играла в игры. Это не страшно. Это продлилось 2-3 года. И в течение этого времени я уже устала, потому что я делала всё одно и то же, одно и то же. И у меня не было совершенно творческой жилки. То есть, у меня... В этом плане я не развивался. И это, собственно, что... И здесь... И вдруг что-то новое изображало на дороге жизни. Новое, вот опять, hop, опять звоночек жизненный, опять опыт какой-то внутренний чутье подсказывает. Вот новое, что-то приходит. Я вам сейчас объясню. Нормально, я бы хотел продолжать в индустрии. Нормально, я продолжил бы свою работу в промышленности. Я делал 4 лет для этого. Но по интуиции, по своему внутреннему чутью, я пошел по другой, по своей дороге. И в этот момент-то, как только я это сделал, я открыл мир... Я открыл мир ночи, мир дискотек. Что оказалось очень, очень впечатляющим для аутиста. Но не только это. Потому что, я помню, я был один. Я был один, до 21 лет, я был один. Я был один. Я был один, у меня не было друзей. Я пытался привести друзей, но... Но у меня не получилось. И, в 13, 14, 15 лет, я был один в своей комнате. И я постоянно задавал себе вопрос, почему у меня так много проблем, почему я так страдаю. Почему я так страдаю. И я постоянно, каждый день задавал себе этот вопрос. Я не буду сильно много об этом думать, потому что, иначе я заплачу. Я закончу. Может, она хочет остановиться, я не знаю. Все закончится сейчас? Да, закончится. Да, закончится. Я закончу. Я закончу. Я просто отвечу. То есть, чтобы... Я постараюсь покороче. Друг, я открываю дискотеку. Все счастливы, все в празднике, все пляшут. Все счастливы. Это же рай. То есть, это очень интересно. О, это очень меня интересует. Очень, очень. Ну, конечно, я не был адаптен с теми людьми, которые там находились. Но, что меня там интересовало, это музыка. И, благодаря музыке, я смогу работать в дискотеке. Я мог работать в дискотеке на дискотеках. И, действительно, это была действительно шанс в моей жизни. Это счастливый случай в моей жизни. Это шанс в моей жизни. И, конечно, я не слушал свои советы, которые мне говорили все мои родственники. Он говорит, что если вы дадите мне две минуты для того, чтобы изложить свою теорию про музыку как средство коммуникации, то я бы с удовольствием поделился. Почему? Потому что, д'abord, работа в дискотеке, уже, он помогла мне найти средства к жизни. Во-вторых, она помогла мне найти признание общественное. Потому что, обычно, утисты очень, очень замкнуты, очень, очень обращены внутрь себя. И, постоянно, они в сторону, отмечают. И, в дискотеке, в дискотеке, это Рой. А, и кто в дискотеке на дискотеке? Он король. Я не понял все это, вначале, я не понял. Я просто был интересен в работе дискотеке. И, я думаю, что, что мне интересует, в-два, это то, что я мог бы иметь общение с людьми, и что это было позитивно с людьми. А то, что поверх музыки накладывалось, это взаимодействие с людьми. Вот самое главное, это взаимодействие через музыку. Взаимодействие с людьми. И, в-третьих, я смог общаться с людьми. С точки зрения позитива, то есть, не сияем благо. Это не было не так, как обычно. Все мои попытки общаться постоянно крохом заканчивались. Постоянно все это проблемами заканчивались. Все мои попытки наладить общение с кем-либо. Л'авантаж de la музыка, c'est qu'il n'y a pas de langage. Donc, il n'y a pas de малentendu. Плюс музыки, самый большой плюс, это отсутствие языка. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de малentendu. Нет разговора, нет недопониманий. Вы не говорите по-французски, я не говорю по-русски. Если, например, мы сейчас перед нами, мы слушаем кусочек из Битлз. Мы с вами поймем друг друга через эту музыку. Мы объединемся с этой музыкой. Если общение идет без слов, то значит нет и никаких проблем. То есть недопонимание. La capacité d'avoir une vraie interaction positive avec les gens. Взаимодействие с позитивной реакцией других людей на меня. Потому что люди разные, они любят разные виды музыки. Например, люди слушали эту музыку, которую я вначале совсем не любила. Par exemple, la musique de reggae, я не любила. Но люди меня просили ставить эту музыку. Я старался, я делал усилия, чтобы попробовать эту музыку. И я видел, когда я ставил эту музыку, что люди обожают это. Есть за что ее любить? А моя работа джекея в основном заключалась в том, чтобы проектировать себя на танцплощадку и чувствовать ту музыку, которую хочет толпа в данный момент. И что произошло? Я научился чувствовать то, что они чувствуют. И воспринимать то же самое. Когда я начинал работать в этом направлении, я считал, что бывает музыка хорошая и плохая. И благодаря этой работе, я понял, что есть разные категории людей. И для каждой категории людей, есть своя хорошая музыка. Для каждой этой категории есть своя. Я скоро закончу. После нескольких лет опыта. Когда клиент подходил и говорил, поставь нам хорошую музыку. Я ему говорю, у меня нет хорошей музыки. Я не знаю, что такое хорошая музыка. И сейчас очень важная вещь. Я очень важный урок для себя извлеку благодаря этой работе. Это необходимость, чтобы быть действительно адаптированным в отношении людей, которые против тебя сидят. И то, что теория может быть плохой. И теория здесь может не помочь. Она может быть плохая, как он говорит. Благодаря интеллектуальному, своим размышлениям, попыткам, я научился понимать какую музыку, какая музыка подойдет той или иной группе. Какая будет для них хороша, для конкретной категории людей. Если я не делал effort, чтобы хорошо представить вещи, то есть адаптированным в отношении людей, которые уже знают, и к которым они были привыкли, то это не работает. Я это делала, как бы выстраивая связь с другими кусками музыки, которые до этого. То есть он в линию для себя связывает эти музыки, которые он когда-то уже проигрывал, и новые, которые он для себя открывает. И вот это все, как бы в линию развития выстраивает для себя же. И, по-финению, то, что я хочу сказать, что когда я делал ошибку, то есть я неправильно, видимо, сквязывал эти куски, Санкции, наказание, наказание было тут же. С-а-другой, я, поскольку очень эмоционально, не очень эмоционально, восприимчивый. Как только я делал ошибку, Я чувствовала, что настроение, оно падало у публики. И на танцплощадке с трехстами танцующими. И если из трехстах хоть десять ушли, значит я это видел, я это замечал. Это для меня было как бы критично. То есть это для того, чтобы сказать, что я был обязан, я был обязан адаптироваться на практике. То есть это моя работа. Это не как доктор или политик. Это не как доктор или политик. Который скажет, что это хорошо. И может быть, что это будет хорошо. И пройдут годы, пока это будет доказано, что это хорошо или, например, что это плохо. Я у меня, в течение этого понимания, ошибки все или нет, проходило несколько, 5 секунд, например. И это меня обучило. А быть адаптироваться и быть pragматичным. Это полная аутистическая ответственность, развернутая. Я даже забыла вопрос. Извините. Огромное спасибо. Спасибо. А теперь мы с Натальей Михайловной всех приглашаем в столовую нагрузку.